На досках, горных велосипедах, самокатах и BMX. И здесь главный вопрос не на чем, а где. Новая скейт-площадка на улице Татищева уже стала центром притяжения любителей экстремальной езды. Здесь бесспорно можно вытворять многие вещи. Здесь присутствуют перила, грани, фанбоксы, скаты, радиусы. Также мини-рампа такая замечательная присутствует. Можно многому всему научиться, новому, потому что до этого таких мест не было у нас в городе. Каждое утро сюда спешат попасть райдеры со всех районов. Искать в городе искусственные препятствия, чтобы освоить трюки, скейтерам больше не надо. Парковки, бордюры, набережные для них вчерашний день. Новый спортивный объект на территории города появился благодаря компании «Лукойл». И у любителей экстрима сразу же возникают предложения устроить в городе фестиваль и пригласить профессионалов из столицы, чтобы показали последние тенденции. Именитые мастер-классы – это все хорошо. Но мне больше всего нравится, что я смотрю, много таких детей, прям совсем детей, которые уже и не боятся, и катаются хорошо, и какие-то выполняют фигуры. Строительство социальных и спортивных объектов – приоритетное направление в социальной политике компании «Лукойл». Ежегодно на соцподдержку в регионах присутствия компания направляет 9 миллиардов рублей. Эти цифры звучат во время официальной встречи представителей компании с парламентариями и общественниками региона. В Астраханской области «Лукойл» – крупнейший налогоплательщик. За последние 11 лет в региональную казну поступило около 40 миллиардов рублей налогов. Компания присутствует более чем в 30 зарубежных странах и более чем в 60 регионах Российской Федерации. Во всех этих регионах реализуются программы в рамках корпоративно-социальной ответственности. Заключаются соглашения с регионами, в рамках которых осуществляем финансирование. Многие проекты существуют десятилетиями, и без них уже трудно представить жизнь региона. Благотворительные пасхальные, а потом и рождественские концерты органной музыки стали частью жизни многих любителей академического искусства. Начало было положено 9 лет назад. Тогда это был просто грант. А сегодня большой и долгоиграющий проект, который стал настоящим событием для горожан. И он продолжает развиваться. Есть идея сопровождать музыку видеорядом и рассказом о композиторах, чтобы классика стала интересна не только старшему поколению. Вот уже пятый год эти пасхальные концерты ассоциируются с компанией «Лукоил». А будут они? А «Лукоил» поможет? Я говорю, да, конечно, поможет. Вот сейчас тоже у нас уже будет шестой, наверное, концерт. Мастер-классы от чемпионов ММА и бесплатные занятия для обычных мальчишек. Спортивный клуб «Патриот» тоже в числе партнеров компании «Лукоил». Здесь все серьезно. Выстроена программа обучения и система мотивации для занятий ребят в залах. Работа наша направлена на формирование таких социальных благ, которые нельзя померить рекордами, достижениями, местами. Мы хотим, чтобы позже все мы смогли оценить работу победами в жизни наших воспитанников. Новейший скейт-парк, построенный с учетом всех требований любителей катания, еще один социальный объект, строительство которого профинансировано нефтяниками. С появлением площадки у райдеров и скейтеров родилась мечта о фестивале. Его можно провести в конце мая. Погодные условия и, главное, техническая возможность для этого теперь есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова